Первое, что мне приходит в голову, это бабки-повевухи, которые в Египте спасали еврейских детей. По сути дела, бабушки лгали фараону, что еврейские женщины рождают детей не так, как египетские. Я думаю, что на самом деле все рождались одинаково. Я сам три раза был на родах и видел этот процесс от начала до конца. Поэтому я думаю, что в те времена рожали примерно так же, как сейчас. Но они врали фараону. И написано, что Бог делал добро бабушкам. Поэтому мы не можем из этого сделать доктрину, потому что Библия говорит, истину говори каждому ближнему своему. Мы не можем сделать из этого доктрину, но вот это Библия. И здесь нужна мудрость. Вот почему нам нужна мудрость, сходящая свыше? Потому что, ну, увы, правда жизни такова, что мы все так или иначе иногда прибегали когда-либо ко лжи. Иногда мы в это лжи каялись. Иногда оно прокатывало, как мы говорили. Но вот первое, что мне приходит в голову, вот опять же скажу, что вот эти бабульки-повевухи, которые принимали детей, и по сути дела это можно назвать некой святой ложью. Вот у меня как-то сложилось так, что я не люблю приписывать человеку слишком много. Мне хочется говорить реально, по факту, что есть. Я люблю вдохновлять людей, и я думаю, что это один из моих даров вдохновлять. Но как же я могу вдохновить, так же я и могу и поставить на место. И вы понимаете, вот этот момент вдохновения, есть евангельское вдохновение, да? А есть то вдохновение, которое сегодня навязано нам психологами, там, какой-то системой, там, какими-то разработками, там, педагогов каких-то, да? То есть вот это вдохновение, и я не знаю, откуда у него корни берутся. Я все-таки стараюсь говорить человеку по факту, я верю в справедливость Евангелия. И вот, например, как Иисус говорит, есть послание семи церквям в откровении, да? И он говорит, вот у тебя такие-таки достижения, вот ты этот, но имею немного против тебя, да? То есть имею немного против тебя. И если это немногое, ты в этом не раскаешься и не уберешь это с своей жизни, то последствия будут не очень хорошие, мягко говоря, да? То есть я стараюсь где-то вот действовать в этом ключе. Ну, видите как, мы же очень, мы же эмоциональны, и иногда, иногда мы, ну, иногда придавая эмоциональный окрас, мы, может быть, теряем какую-то объективность, теряем точность. Я, конечно, в молитвах о том, чтобы быть вот именно точно, да, в определениях, и если уже вдохновлять, понимаете, вдохновение и лесть, они не должны смешиваться, да? То есть это вдохновение или это все-таки лесть? Тут тоже надо разобраться, да? То есть можно льстить, но льстец – это грешник все-таки. Об Иисусе написано, не было лести в устах его, да? Поэтому, поэтому вот я все-таки склоняюсь не приписывать человеку то, что он не имеет, но, конечно, вдохновить его за какие-то его достижения. Если у него есть прогресс, я говорю, у него есть прогресс, если у него нет прогресса, я говорю, ну, тогда он будет. Надо в него верить, в этот прогресс, но сейчас его пока что нет. Ну и также, и вот, правда, моя жена говорит, что я слишком щепетилен в этих вопросах и слишком, слишком склонен больше к принижению, чем к возвышению, вот, ну, наблюдения моей жены. Ну, я доверяю ей, на самом деле, наверное, так есть. Вот, поэтому я еще в процессе, я сам еще работаю над этим. Да поможет нам Бог. Субтитры сделал DimaTorzok